здравствуйте уважаемые представители знака зодиака стрелец это общий астрологический прогноз на июль 2023 для всех кто стрелец по асценденту солнцу луне уважаемые стрельцы у вас начинается месяц полнолуния в вашем втором денежном доме полно денег но еще важнее то что 17 июля узлы меняют знак и у вас будет полно любви и не просто в июле 2023 года а следующие полтора года и так в вашей жизни июль это период и денег и любви но дальше если мы заглядываем до 12 января 25 года тема любви конечно будет главной основной главенствующей до 12 января именно 2025 года обратите внимание вот такой большой прогноз вы услышите в этом гороскопе прогноз на полтора года но давайте еще разочек вернемся 3 июля и вообще 1 декады это про деньги про вашу зарплату про ваши доходы возможно вас повысят поэтому повысить зарплата вместе с повышением в должности вы повышаетесь и по зарплате и по статусу по авторитету признания может быть вы повыситесь за счет расширения за границу это может быть любая граница может быть границ полномочий ваших а может быть граница и в прямом смысле например за рубеж вы поедете работать вас будет командировка за рубеж или филиал франшиза зарубежной так далее и так далее это и первая и вторая декада июля вот такие очень финансовые новолуние новая луна будет 17 июля тоже вашем финансовом доме но это уже дом очень больших денег поэтому что касается вашей зарплаты то скорее всего полна коробушка вы знаете может быть вы максимум зарабатываете вообще из возможного и ищите где бы еще денег так вот на новую луну на новые деньги вам покажет именно новолуние 17 июля и она указывает вам не двусмысленно что это общие совместные капиталы с кем-то с кем вы об этом говорят узлы обратите внимание новолуние в тот же самый день когда и кармические узлы меняю знак что это за дома 8 5 и 11 это значит что самые большие деньги вы можете заработать по пятому дому а что такое по этой дом любовь по любви самые большие деньги вы можете сработать с любимым человеком а также с любимым делом пятый дом это дом хобби увлечений развлечений игр 85 тут ребята даже лотерею можно выиграть по такому на самом деле новолунию и вообще пойти в бизнес потому что любой бизнес это риск любой бизнесмен это человек азартный рисковый бизнес всегда это риск в любом случае это опасность это всегда fire show это как скачки как гонки поэтому вот вам указание пожалуйста что самые большие деньги там где опасно самые большие деньги там где вы играете в жизнь бизнес во многом свое дело во многом это творчество а творчество это всегда игра пятый дом это дом детства и создание детей творчество это и ваши хобби и ваши дети потому что ваши дети тоже ваше творчество возможно вам будут зарабатывать дети деньги и давать а может быть вы по-детски легко играючись будете деньги зарабатывать южный же узел в одиннадцатом доме говорит о том что наверное в принципе то вы по жизни легкий человек вы довольно таки легкие сами по себе стрельцы несмотря на то что вы знак огня вы огонь летящий значит воздуха вас предостаточно и 11 дом это дом воздуха водолея урана космоса эфира вы как ракета летящая в небе вот вы можете зарабатывать во первых на своих талантах на любых и самые большие деньги во вторых вообще во фрилансе в любом своем свободном плавании там большие деньги у вас хотя и карьера видать вам светит и какой-то официальный статус вам до показан вы стремитесь понимаете что я в общем-то да и швец и жнец и на дуде грец тут похоже вот что-то такое то есть вы можете и опять и плясать и танцевать вот смотрите у вас 8 5 11 например вы можете работать в банке потом томодой а еще и программистом в общем да у вас очень много интересов и заграничных а очень хорошо когда в месяце активен дом соответствующий вашему знаку вашему знаку стрелец соответствует девятый дом гороскопа и вот меркурий переходит в ваш девятый дом в лев 11 июля весь месяц во льве в вашем девятом доме венера а солнышко переходит туда 23 июля кстати 23 июля и венера то становится ретроградной это ваша энергия энергия близкая вам вы в этом месяце скорее я бы даже так сказал не стрелец а вот по оси лев водолей то есть вы на половину лев на половину водолей и вот как-то стрелец вы действительно по льву огонь по водолею воздух вот и сочетается вот он и есть этот огонь летящий так что вы огонь летящий за границу это может быть за граница сознания это может быть за граница физическая еще какая-то иная выход может быть вы изучаете много религий много культур сразу много сразу несколько языков сразу несколько виз делаете сразу несколько работу вас может быть сразу несколько ухажеров у кого-то конечно по таким транзитом тоже вместе с тем что вы очень популярны у противоположного пола и будете популярны следующие полтора года вы тем не менее конкретно в этом месяце все-таки приоритетом ставите свое предназначение а предназначение в большей степени это конечно же работа до предназначение это 10 дом гороскопа предназначение миссия подтягивает все остальные дома потому что 10 дом это как вершина горы и подтягивает остальные дома но большая часть там про работу поэтому большей частью все-таки вы будете думать о работе замечая поклонников на теле как девушка которая несется на скакуне к своей цели но в принципе успевает замечать что я и аплодируют мужчины вот как будто вы в скачках участвуете в этом месяце а реально в скачках и успевать смотреть что вам аплодирует толпа на трибунах вы в этом месяце конечно в роли победительницы победителя где-то вы расширяетесь экспансируетесь раздвигаетесь распространяетесь рассказываете о себе месяц идеально подходит для пиара и для самопиара для рекламы и для саморекламы для продвижения в себя и в социальных сетях и полностью по интернету и полностью по миру и для путешествий этот месяц тоже благоприятный у вас какая-то должно быть иностранная история с любовью вообще вы знак глобализации вы знак глобуса стрельцы вы как раз таки более всего из всех знаков зодиака граждане мира вы как раз таки те люди которые объединяют мир но у вас любовью идет об и объединение либо мудростью либо мудростью и любовью либо мудрой любовью либо вы вообще не знаю может быть вы собрали горе может быть у вас в каждой стране поклонник не знаю чем вы там конечно занимаетесь я конечно шучу уважаемые стрельцы но у вас любит весь мир кроме шуток действительно вы очень популярны в этом месяце можете конечно этим пользоваться а любовь ретро у вас заграничная может быть вы влюблены в иностранца в иностранку может быть вы сами наставин START в которого влюблены а может быть это и другое и вы иностранка и и он иностранец и все тут мы повсюду везде иностранцы и повсюду вроде бы свои вот об этом у вас месяц июль а то что в принципе вы то повсюду свой но при этом как хочется своего да то есть все равно хочется чего-то сугубо своего индивидуально своего хочется любви хочется своего гнездышка потому что северный узел в пятом доме будет следующие полтора года вам будет хотеться домашнего очага потому что венера и солнце в знаке лев 23 июля обретьте внимание в один и тот же день солнце переходили в 23 а венера становится ретроградной 23 во льве в одном и том же знаке зряга так это знак домашнего очага это значит что вам вот и будет хотеться все время домашнего очага а знаете такое чувство что будет хотеться вот перенести свой домашний очаг вот везде куда выйдете его с собой забрать действительно огонь летящий стрелец идет после льва по стихиям то есть первая стихия огня это овен это зажигалочка спичка первый запал затем идет лев это когда мы вот если овен это камень на камень ударили искра была вот искра это овен искра падает образуется костер это лев костер это лев а стрелец это когда вы взяли стрелу сделали ее намотали чтобы она горела взяли огонь из этого получившегося костра и пустили стрелу чтобы она полетела и где-то там в другом месте зажгла этот же огонь домашнего очага вот у вас есть это желание чтобы куда бы вы не ехали условно бы найти пускали бы стрелы любви в картах таро под вашим знаком стрелец идет восьмерка жезлов это восемь стрел выпущенных вами это стрелы любви эта карта называется стрелы амура вот может быть у вас реально такое желание иметь дома в восьми странах иметь поклонники в восьми государствах ну что у вас что у вас за желание скажите такие экспансия у вас тут сплошная надеюсь в положительном значении есть вы захватываете мир исключительно любовью побеждайте любовью они войной потому что любой всегда побеждает война никогда не побеждает это проигрыш на идти на кого-то войной это просто тупо и жестоко победить можно только исключительно любовью и владеть вечно и бесконечно можно только исключительно любовью ни одно оружие не удержит рядом с вами человека который с которого вы взяли этим оружием а любовь сделает так что вы будете от него бежать он будет бежать за вами вот что такое любовь так что ребята если вы стрелы любви в кого-то запускаете будьте конечно осторожны почитайте миф про бога каму кам кама желание думаю вы знаете есть с утра такая индийская которая называется начинается слова кама в общем ребята если вы хотите обратиться ко мне за своим личным гороскопом вам конечно же это обязательно нужно сделать и за таро раскладом тоже можете у меня заказать таро расклад по ситуации на месяц на два на три на сколько хотим на год я тоже делаю гороскоп то же самое по ситуации по любому вопросу натальную карту синострию совместимость гороскоп на месяц гороскоп на год у любой абсолютно запрос пожалуйста ребята я помогаю я работаю с душой если нужно я докладываю оракулы ведьмовские оракулы достаю труны нумерологией проверяю еще как-то проверяю фэн-шуем подсказываю всем вам всем вам указываю в общем то куда идти ребята указываю направление и до часто работаю как гуру и до часто работаю как психолог пишите заказывайте свои личные гороскопы раскладики будьте счастливы и всех благ